Вы смотрите новости запада Башкирии. Вы смотрите новости запада Башкирия. 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 В галерее Дома культуры Бешбуляка проводят мастер-классы по разным направлениям. Среди младших школьников большой интерес вызвали занятия по термомозаике. Их провела опытный педагог и творческая личность Тамара Гончарова. На ее занятиях дети работали пинцетом, разноцветными бусинками и формами. Участники делали поделки на свой вкус. Фигурки получились цветными и не похожими друг на друга. Туимазинская пилонистка едет в Финляндию. 17-летняя Ангелина Валиева – опытный спортсмен. 10 лет она посвятила художественной гимнастике. Стала кандидатом в мастера спорта. Весной нынешнего года она стала чемпионкой Башкирии. Осенью представляла республику на всероссийских соревнованиях. Теперь перед ней новая цель. Ее пригласили выступать за сборную России на мировом чемпионате, который состоится в конце ноября. В Бузяке в рамках государственной программы развития сельского хозяйства семья Насыровой Ирины Рамиловны получила сертификат на улучшение жилищных условий. Она состояла в списке участников программы по категории «Молодой специалист, работающий в сельской местности в социальной сфере» и получит субсидию в размере 1,8 млн рублей в форме погашения невыплаченной стоимости основной суммы долга и уплаты процентов по кредитному или ипотечному договору или договору займа на приобретение жилого помещения. Средства будут выделены из федерального, республиканского и местного бюджетов. В музее Дома культуры юбилейной села Кандры продолжает работать экспозиция воинской формы. Здесь представлены формы Российской, Красной, Советской Армии и Российской Федерации. Образцы с 1914 по 2018 год. Форму можно примерить и сфотографироваться. Всего представлено более 200 моделей. Данная коллекция самая большая в западной части Башкирии. Экскурсию проводит руководитель музея, писатель-краевед Юрий Березов. В Серафимовской сельской библиотеке состоялась творческая встреча «Неисчезаемая деревня». Мероприятие провели с талантливыми сельчанами Виктором и Галиной Осеновыми. На встречу собрались старшеклассники и члены Совета ветеранов села. В начале мероприятия библиотекарь рассказала о жизненном и творческом пути поэта Виктора Александровича с помощью электронной презентации. Также была оформлена выставка знакомства «Родная стихия» с произведениями серафимовцев. Встреча получилась познавательной, принесла массу положительных эмоций и стала для многих настоящим открытием. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин